В эфире программа iNews в студии Максим Никитин. Самые интересные новости из мира науки и высоких технологий прямо сейчас. Роботов-адвокатов все-таки не будет. Суд в США запретил использовать в защите искусственный интеллект. Toyota выпустила грузовой электровелосипед. Робот-помощник настройки от Boston Dynamics оказался не идеальным. Прыгает и падает. Адвокаты могут выдохнуть. Замена этой профессии устройствами с искусственным интеллектом пока еще далеко. Несмотря на то, что совсем недавно представители компании Do Not Pay заставили защитников во всем мире немного поволноваться. Представленный ими робот с искусственным интеллектом, способный выступать в роли адвоката, оказался под запретом. Ранее было известно, что в феврале должно было состояться первое слушание с участием цифрового помощника. Речь о оплате штрафа за превышение скорости. Заседание еще не прошло, но представители компании уже хотели пойти еще выше и объявили премию 1 миллион долларов тому, кто доверит представлять свои интересы в Верховном суде США искусственному интеллекту. Все планы ежесекундно потерпели крах. Оказалось, что у робота нет лицензии адвоката. Поэтому выступать в роли защитника на заседании категорически запрещено. Как говорит руководитель компании, представители адвокатских коллегий нескольких штатов США устроили ему террор, угрожая тюремным заключением. Но не из-за зависти или опасения, что искусственный интеллект может лишить их работы, а потому что DoNotPay нарушает законы этих штатов. Цифрового помощника можно использовать во время подготовки к суду. В таком случае это равносильно чтению справочника. Но в DoNotPay хотели положить смартфон с приложением своему клиенту в карман и дать ему наушник, чтобы искусственный интеллект мог слышать происходящее в суде и давать советы в реальном времени. О том, что такие действия в суде запрещены, искусственный интеллект почему-то не подсказал. Toyota выпустила грузовой электровелосипед. Он умеет перевозить тяжести весом до 100 килограммов. Новинка оснащена мотором Yamaha и позволяет передвигаться без подзарядки на расстоянии до 100 километров. Двухколесное транспортное средство имеет раму из литого алюминия. Она устроена так, что в передней части перед водителем образуется платформа, которую можно использовать несколькими способами. Это не только транспортировка различных грузов, но и перевозка детей в специальном боксе. Конструкция велосипеда имеет гибкую систему регулировок подрост-владельца. Кроме того, его центр тяжести расположен максимально низко и обеспечивает максимальную устойчивость и легкость управления. Мотор Yamaha мощностью 250 ватт работает в паре с батареей и заряжается до 100% за 4 часа от обычной бытовой розетки. Помимо этого, электробайк получил грузовые шины, гидравлические тормоза, пневматическую вилку и систему светодиодного освещения. Начало продаж новинки ожидается уже в ближайшее время. О стоимости грузового электровелосипеда пока не сообщается. Робот от компании Boston Dynamics, который помогал рабочему на импромизированной строительной площадке, отправлен на доработку. В компании поделились неудачными дублями со съемки возможностей помощника, когда он поднимал сумку с инструментами и передавал ее рабочему. Напомним, поведение робота на объекте понравилось далеко не всем. Управление по охране труда США насчитало на видео не менее 10 нарушений техники безопасности. Причем нарушения начались буквально с первых шагов создания роботом рабочей тропы. Установка деревянных ящиков и узкой доски на строительных лесах при отсутствии ограждений может привести к падению и травме. Не меньше претензий вызвал и лихой бросок сумки с инструментом рабочему, поскольку здесь не соблюдалось требования по безопасному обращению с инструментами и оборудованием, которым пользуются работники. Это были все самые интересные новости из мира науки и высоких технологий. Смотрите нас каждый день на телеканале «Татарстан-24» и будьте в курсе всех новинок IT-индустрии. С вами был Максим Никитин, до новых встреч!